Я много лет назад прочитал одно литературное произведение из области фантастики, но вот иногда там вот что-то запало в голову и на всю жизнь. И на самом деле именно вот это произведение, оно как будто бы вот отвечает на ваш вопрос, нужна ли вечная жизнь. Смысл этого произведения был в следующем, что вот уже там какое-то определенное будущее, медицина совершила там фантастический рывок, по сути болезней не осталось, да, а то, что с человеком происходят какие-то биологические изменения, все можно исправить. И два героя, это муж и жена, им там, допустим, одному уже, ну я сейчас не помню точно, ну примерно, допустим, одному 160 лет, другому 150, вот в таком возрасте. У них уже не только там внуки-правнуки, но и пра-пра-пра-правнуки. И вот они сидят, рассуждают о том, что в принципе-то, ну, помирать физически они вроде как не собираются, потому что и дальше можно еще лечиться. Но в этой жизни они все уже увидели. И по максимуму все, что можно было получить от этой жизни, они уже получили. Удовольствия нету жить дальше. А вот говорят же о загробном мире, а мы-то еще не знаем, что это такое. Так может быть, давай, вот у нас единственное, что мы еще с тобой не знаем, пошли вместе и узнаем, вот чем заканчивается фантастический рассказ, то есть многоточием заканчивается. Поэтому с точки зрения, есть ли смысл вечной жизни, я смогу ответить только так. Пока у тебя интерес есть, что-то в этой жизни еще увидеть, услышать, узнать, сделать, пока у тебя этот интерес есть, есть смысл жить. Но как только этого интереса нет, значит, уже пора задуматься. Вседозволенность, возможность навязывать свое мнение, возможность судить других, а не судить других, да не судим будешь, да. Вот, наверное, вот это вот, это нужно, как раз вот ко всем вот этим вот нюансам, нужно подходить с точки зрения пословицы «семь раз отмерь», и вот это этим и чревато. Я на самом деле ни разу не сталкивался, хотя даже есть анекдот такой про хирургов, расскажу, наверное, сейчас, чем хирург отличается от Бога. Бог не считает себя хирургом. Но я никогда, на самом деле, не сталкивался вот с такой ситуацией, вот банально, вот просто вот дословно, наверное, даже, что человек ощущает себя Богом. Да, ты иногда во время операции, когда операция удалась, когда ты понимаешь, что у тебя все получилось, у тебя вот какие-то вот, и в том числе, наверное, какой-то выброс, есть дополнительные эндорфинов, кровь, да, у тебя хорошее настроение. Но никогда в моей жизни лично, допустим, то, что касается меня и людей, которые меня окружают, близкие, там, друзья, знакомые, с которыми вместе в операционной работали, которые сейчас работают в операционной, никогда бы я не сказал, что этот человек там ощущал себя Богом. По крайней мере, действительно, я с этим не сталкивался ни разу. Поэтому человек, который ощущает себя Богом, с моей точки зрения, это психически больной человек. К этому так и надо относиться. Наверное, есть люди, которые говорят, что дети не нужны, да, они на самом деле себе отговорки придумывают для того, чтобы объяснить, почему детей у них нет. Ну, просто у них своих родных детей, видимо, не было. Не было вот этого маленького комочка, которого ты берешь из роддома, да, и потом вот он у тебя какое-то время вот на предплечье вмещается. Потом, конечно, расти начинают уже, и умещаются на предплечье. Но для начала ты попробуй вот это вот чувство понять, когда ты маленького ребенка из роддома забираешь, чтобы попытаться ответить на вопрос, зачем человеку дети. Ну, а жить-то для чего-то, на самом деле, смысл жить только ради себя, только ради своего благополучия, себя обеспечить, там, я не знаю, какими-то бытовыми удобствами. А дальше что? Ну, кому-то это тоже нужно. Ну, кому это отдать, если не самым родным? Для кого это делать, если не для самых родных? Самый родной – это твой ребенок, родной ребенок. Общего рецепта однозначно нет, потому что каждый для себя это тоже выбирает. И в течение жизни ты уже понимаешь, от чего ты устаешь, от чего ты получаешь удовольствие, где ты расслабляешься. Ну, чаще всего это просто смена обстановки, смена деятельности. И неважно, на самом деле, там, что дальше. Абсолютно для всех это будет разное. Там для кого-то, может быть, действительно, какие-то спортивные мероприятия, для кого-то это банально книжка на диване. Потому что вот это тоже сидишь, отдыхаешь, и это уже отдых. В том числе физически. Вот я всегда считал, пока работал хирургом, всегда считал, что администрация – это бездельники. Как только начал работать главным врачом, понял, что это не совсем так. И физическая усталость к концу дня, она намного больше, чем когда я работал хирургом, если уж честно. Такое иногда впечатление, что мешки весь день таскал, в стройотряде. Это были эти примеры. И примерно представляешь свое физическое состояние. Вот не вру. Но тут только я про себя могу рассказать. Рецептов точно никаких нет. Раньше я, допустим, получал удовольствие от езды за рулем. Просто банально. Руль, машина и какое-то расслабление от этого. Природа, естественно, какое-то другое занятие. Голову чем-то другим нужно занять. Вот это вот самое главное. Просто должна быть определенная психологическая устойчивость. Но ты меня прости, если у тебя этого нету, значит, ты вообще не должен работать в этой профессии. По крайней мере, не хирургом. По крайней мере, не кардиохирургом. Если у летчика будет психологическая неустойчивость, какой смысл его сажать за штурвал, когда он 200 человек или больше везет. И тоже эта психологическая неустойчивость может быть чем-то чревата. Это вот уже профессиональный отбор дальше. Если ты можешь это, значит, ты остаешься и максимально долго здесь работаешь. Если ты не можешь, рано или поздно ты все равно уйдешь. Это будет психологический срыв на каком-то этапе. Или раньше, или позже, или в моменте общения с родственниками, когда ты понимаешь, что больше этого себе позволить не можешь. Или еще что-то. На самом деле, если говорить о личном примере, то у меня, к сожалению, был случай, когда запомнился на всю жизнь. И герои-то здесь не врачи, герои здесь не хирурги, а герои здесь как раз родственники, которые принимают решения. Когда вот у меня много лет назад на операционном столе погиб ребенок с определенным диагнозом. Я его оперировал по поводу врожденного порока сердца. И я вышел из операционной, и мне и родственникам рассказал об этом. Но дальше мне предстоял, на самом деле, еще более тяжелый разговор. Потому что на следующий день я должен был оперировать такого же ребенка с таким же диагнозом. Примерно такого же возраста. Ну, там небольшое было различие. Я вызвал родителей этого второго ребенка и сказал, так и так, вы знаете, вот у меня сегодня, вот я делал точно такую же операцию. К сожалению, ребенок погиб на операции. Завтра я должен делать операцию вашему ребенку. И вы сейчас праве, естественно, от этого отказаться. Они не отказались. Я сделал операцию благополучно, все было хорошо. Но герои-то были здесь родители, а не я. А мне просто было необходимо максимально честно с ними поговорить. Задумывался по этому поводу. Я, наверное, однозначно-то и сегодня ответить не могу, как вот происходит, как со мной произошло, если мы говорим о каких-то личных причинах, как со мной произошло, что я выбрал профессию врача. А ведь представьте себе там 16-17-летнего юношу или девушку, вот при котором стоит выбор, а если у тебя нет вот уже чего-то там, каких-то, я не знаю, талантов, умения рисовать, танцевать там или еще что-то, и ты думаешь, а кем же ты хочешь быть? Наверное, всегда в этом есть какой-то элемент случайности в обязательном порядке, элемент везения-невезения, потому что случайность, она как раз такая вещь, а потом получится, не получится, ведь очень сложно сказать. А какой дать совет молодым, когда они выбирают для себя профессию, куда-то нужно дальше после школы поступать, учиться? Я не смогу и не хочу давать эти советы, потому что я даже своих детей не настроил на то, чтобы они вот шли туда, куда я хочу. И я на самом деле понял для себя одну очень важную вещь. Вот здесь должна быть самостоятельность. Вот там, где у нас дети идут на поводу у родителей, очень получается, конечно, хорошо, но все-таки реже, чем когда они пытаются это все сделать сами. И жизнь так устроена, и я думаю, что это правильно, что наши дети наступают на те же самые грабли, на которые мы наступаем постоянно в отношении ко всему, в отношении к выбору профессии, в отношении там взаимоотношения полов, в отношении потом взаимоотношения с детьми. И сколько поколений прошло, столько это было, есть и будет. И это правильно. Я не смогу свои мозги вложить ему в голову, пока он своими ошибками себе тоже этот путь не проложит. И как бы мне казалось, допустим, неправильным, там вот у меня, слава богу, уже есть и взрослые дети, и маленькие дети, и как бы мне казалось неправильным, допустим, для своих взрослых детей, что они сейчас поступают так или так, я могу быть им благодарен только за то, что они иногда со мной советуются. Знаете, я сейчас скажу по-другому. Здоровый цинизм обязательно должен присутствовать. Я согласен, что среди врачей, среди медиков, вот если взять компанию, и там будет несколько медиков, они всегда будут смотреться более циничны по сравнению с другими. Все зависит от того, с чем человек в своей профессии сталкивается. Если ты сталкиваешься с какой-то грязью постоянно, это профессиональные твои моменты, если ты сталкиваешься с кровью, если ты сталкиваешься, не знаю, там, с преступлениями, ты хочешь или не хочешь, ты начинаешь к этому, это твоя собственная защита, ты начинаешь к этому относиться, ну вот, с определенной такой иронией. Человек, работающий санитаром в морге, совсем по-другому относится к неживым, скажем так. Есть даже определенный юмор у этих людей. То есть человек, работающий в приемном покое БСМП, допустим, когда тебе за ночь привозят трех-четырех избитых, двух с ножевыми ранениями, одного с огнестрельным ранением. Я в свое время там поработал, первое впечатление у меня было, когда я туда попал, что в городе идет война. То есть ты пока к этому не прикасаешься, ты этого не видишь, все вроде как спокойно. А к тебе, когда привезут за ночь там двух-трех раненых, ну как будто бы ты как минимум в медсамбате на передовой побывал, да, ты, естественно, начинаешь к этой ситуации относиться по-другому. Поэтому, с моей точки зрения, здоровый цинизм у людей нашей профессии, у людей профессии, которые постоянно с этим сталкиваются, он просто должен быть, чтобы свою психику защитить.